Антон Чижов Савченко, я сейчас пока в ожидании Да, скоро уже будет И Максим Арефьев, компания X5 Group Проходите, пожалуйста, Максим Мы ожидаем Сергея и мы ожидаем Елену буквально с минуты на минуту Коллеги присоединятся Присаживайтесь, пожалуйста Замечательно, мы все вместе Пока у нас Мужской коллектив Еще один Вот, кстати, тоже интересный момент Про гендерность Когда собирается пленарка, совершенно не знаешь Как она соберется Как-то у нас мужской состав сейчас получился Коллеги У нас Основный вопрос, которым я всегда работаю Когда я общаюсь, особенно на выставке Продэкспо или подобными Это то, что нас не любят Нас не хотят, на полку не берут Это я как производитель Мы, наверное, нас уже Меня уже привыкли в этом плане В этом аппла видеть на этой сцене Я бы хотела здесь В рамках текущего, ближайшего часа Обсудить такой момент Все-таки Чтобы вы еще раз По-новому, а может быть и по-старому Представили себя И представили Каких же производителей Вы сейчас ожидаете на полке Потому что торговые сети На самом деле Во всех своих, вроде как В некоторых вещах неизменяемых Они все время меняются И вот эти моменты мы сейчас подсветим Начнем сейчас с Евгения В силу того, что немножко задерживается Сергей И Евгений, как представитель Региональной сети Красноярске Я там была несколько раз Мне очень нравится, как работают коллеги И вы знаете Вам уже получается тоже в этом году 25 лет? Да, 99-й год Кстати, мне совсем недавно попался на глаза ролик Который, по-моему, только 20-летию То ли 15-летию у вас готовился Вот прям кто-то комментарий какой-то написал Этот ролик отобразился у меня В недавно просмотренных Так что Так, идем в одни даты И у вас сейчас такая Интересная ситуация на рынке Когда действительно Очень долго не приходили федеральные игроки Потом оп И у вас теперь Да, за год Очень много чего поменялось До два года Я передаю вам сейчас слово Расскажите о том Как делается сотрудничество На текущий момент С вашими местными производителями А также не только местными Какие ключевые КПИ вы выставляете При том, чтобы сотрудничать с сетью И каких вы достигаете Потому что все равно Так или иначе При выборе Производителя Или выборе Какого-то товара Вы решаете Конкретную задачу Вашей сети Вам слово Как вам удобнее Да-да-да Работает? Добрый день Да Презентацию только не знаю Сейчас подключаем презентацию Так А мы тем временем Пока подключается презентация Мы заодно на сцену Пригласим Елену Савченко Директор ПСТМ Торговой сети Ашан Проходите, пожалуйста Ну аплодисменты коллеги Да-да-да Все Замечательно Все У нас теперь не только Мужской коллектив на сцене Так Все передай слово Ага Два слова обо мне Всем добрый день Меня зовут Евгений Архипенко Два слова 20 лет в торговле 10 лет из них в команде Командора Из них 5 лет в позиции Коммерческого директора Дискаунтеров Последние 3 года Занимаюсь коммерцией И цепями поставок Ну и сейчас больше Сконцентрирован на коммерции Командор Как Наталья сказала Основан был в 99 году На сегодняшний день Мы оперируем Четырьмя стами Пятидесятью магазинами Представленными в 110 Населенных пунктах Оборот в 23 году Составил 85 миллиардов В 24 мы целимся в 100 В активе Собственный логистический центр Две фабрики кухни Производящих продукцию Собственного производства Цех фасовки Цех газации фруктов И значит на что ориентируемся Какие ключевые ориентиры Видим для себя В 24 году И на будущее Первое Это конечно Забота о покупателе Совместно с производителями И с поставщиками Второе Мы продолжаем Наращивать и развивать Наше мультиформатное предложение Мы развиваем сеть В трех форматах Ну и конечно Поскольку мы про бизнес Мы ориентированы Нацелены на рост эффективности Процессов Сервиса Бизнеса в целом Чего по нашему мнению Ожидает покупатель На сегодня В первую очередь Мы говорим здесь Про уверенность Про уверенность Людей в своем будущем И видим что Наша задача Наша как ритейлера Вместе с вами Как производителями И дистрибьюторами Работать на эту задачу И давать ему уверенность Через доступность товара Через его качество Через удобство Сервис И работать над Пониманием того Что Мы видим Знаем Понимаем Потребности Запросы наших покупателей И в этом плане С ними В одном Находимся В одном поле Два слова Про мультиформатность Потому что Периодически Меня спрашивают Видите ли вы Эффективность Такой модели Что вы планируете С ней делать Отвечу Мы Ну Так скажем Исторически Развиваем Несколько форматов Вначале Начали С супермаркетов Далее Добавились Гипермаркеты С 2014 года Развиваем дискаунтеры И конечно Видим В этом Не только Преимущество Для нас Как для сети В части Закрытия потребностей В части Предложения Покупателям Разные формы Удовлетворения Их Желаний В Гипермаркетах Которые у нас Работают В формате Суперстора Мы Идем по пути Максимального Закрытия Ассортимента В супермаркетах Больше говорим Про удобство Заботу Близость Ну а в Дистанктерах Конечно Это история Про Ценовое Предложение И про В нашей интерпретации Про Возможность Покупателя Сэкономить На Выборе Сэкономить Время Сэкономить Деньги В момент Выбора Товара В момент Выбора Того Чем он будет Закрывать Собственные Потребности Для производителей Здесь опять же Мы видим Значимый потенциал Поскольку Ну такая Мультиформатная Широкая модель Позволяет Охватывать Больший диапазон Спроса Говоря про Взаимодействие С производителями С поставщиками На 24-й год И я уверен И в будущее Мы Говорим Про Совместное Ценностное Предложение Которое Должны формировать Сеть И производитель Вместе Если его Несколько Декомпозировать С точки зрения Ассортимента Чего мы ожидаем Ну это Мне кажется Логично И правильно Первое Это Ассортимент Должен быть Востребованным Люди Должны его Покупать Без этого Никак Второе Ассортимент Должен быть Эффективным Как для Ритейлера Так и Для Производителя Потому что Все мы Про бизнес Все мы Про Эффективность Как таковую Ну и Наш Скажем Возможно Региональный Запрос Может быть В общем Это Запрос на Уникальность И здесь не только На уникальность Ассортимента И не столько Про уникальность Ассортимента Сколько Про уникальность Самого Ценностного Предложения То есть Ассортимент На ценовая Модель Или какие-то Фишечки Тонкости Нюансы Которые Позволяли бы Нам Как регионалам Иметь Преимущество Или удерживать То преимущество Которое Как мы оцениваем Имеем Перед Другими Игроками Рынка Говоря Про Партнерство Здесь мы Тоже Некоторую Градацию Я привожу Чего мы Ожидаем От Наших Отношений С Производителями И поставщиками В первую Очередь Конечно Профессионализма Все мы должны Работать В одном В одном Стриме Говорить Одним языком И пользоваться Одним Инструментарием Так скажем Второе Открытость Мы призываем Производителей Быть более Открытыми Сами Соответственно Работаем В этом направлении И Максимально Открываемся Ну и конечно Мы должны Вместе Ориентироваться В будущее Потому что Нацелены на Долгосрочное Профессиональное Выгодное Сотрудничество Еще раз Да Про глубокое Взаимодействие Что мы здесь О чем мы Говорим Здесь Еще раз Про открытость Может быть Ну наверное Это одна Из таких Сейчас Болевых Точек Может быть Потому что Мне кажется Этого не хватает Ни со стороны Производителей Ни со стороны Поставщиков Может быть И с нашей стороны Здесь Если появятся Какие-то комментарии И примеры Ну конечно Мы Все это Принимаем Но это То На чем Мы точно Должны Планируем Строить Дальнейшую Работу И в этом Наверное Одно из Ключевых Отличий От Точки Там 10-15 лет Назад Второе Ответственность Конечно Здесь Про Все О чем Мы договариваемся Все Все Тех Соглашения Которые Мы Приходим Мы Должны Отвечать За них Гарантировать И исполнять Скажем Так Третье Вовлеченность Вовлеченность Один из Немаловажных Факторов Потому Как Без Него Ну В общем Я Дальше Покажу Несколько Кейсов В основе Которых В основе Которых Как раз Вовлеченность И Производителей И Ритейлеров В процесс И Соответственно Результаты Которые Показывают Эти Кейсы Являются Такими Значимыми И Серьезными Ну И Четвертое Это Прогнозируемость Прогнозируемость Друг Друга Мы И Ритейлеры И Производители Должны Понимать Видеть Знать Как Те или иные Решения Будут Отражаться На Решениях Или На Действиях Другой Стороны Ну И Как раз Переходя К Примерам Примеры Кейсы Основанные Как раз На той Модели Которые Говорил Первый Пример Про Из области Молочной Консервации У нас В 23 Году В регионе Возник Ситуация Профицита Сырого Молока И Одной Задач Было Освоить Скажем Так Этот Профицит И В качестве Одной Из мер Мы Реализовали Проект Переработки Молока В Сгущёнку Нашли Производителя Глубоко Отработали С ним Этот проект Вместе Согласовали Цели Вместе Посмотрели Возможности Друг друга Выезжали На производство Производитель Погружался В наши Процессы В итоге Поставили Достаточно Амбициозную Цель И Как результат Все Остались Довольны Производитель Вырос На 50% Категория У нас Выросла На 15% Мы Пожали Друг другу Руки Отлично Завершили Год А дальше Следующий Год Пошли Я здесь Я здесь Евгений Ну да То есть Тут же Какая история Это не Мы не останавливаемся Скажем так Это не работает Как закрыли У нас осталось Буквально 5 минут На ваше Вставление Поэтому Остальные Кейсы Классические Да Ну ладно Тогда Буквально Мне нужно Эти кейсы Чтобы коллеги Вы слышали Давайте Да Вот вторая История С молочкой Здесь Ну как И у всех Есть потребность В низком Ценовом Сегменте Твари Первой Цены И Значит Мы Опять же Провели Глобальную Работу Про Мониторили Рынок Нашли Производителя Который Пошел С нами В Ту Модель Которую Мы Ему Нарисовали Скажем так В то Будущее Которое Мы Ему Нарисовали Итогом Стало Рост Производителя На 20% А наш Категория Выросла На 4 Тоже Успешная Красивая Штука Ну и Отдельного Там Внимание Наверное Заслеживает Кейс С Фруктами И Является Примером Того Что Не только С Производителями Или Там В чем Частенько Опять же Ну что Мне Подсвечивают Там Про местных Производителей Это Важная Глобальная Штука Работа С местными Но Мы Наш Подход Используем Не только С местными Не только С производителями А стараемся Везде Его накатывать И в части Работы с фруктами Это история Про прямой импорт Про Ну особенно Там для нас Впечатляющая Картина Про черешню Когда мы Определили Поставили Себе Целью Отработать 23 год По черешне Как никогда Круто Соответственно Стали к этому Готовиться Заранее Выехали На производство Нашли Производителей Выехали В сады Условно Выкупили Эти сады То есть Гарантировали Прокупку Полного Объема Производители Гарантировали Нам Продажу Соответственно Этого продукта Черешни В частности Только нам И в итоге Получили Классное Крутое Предложение Классный Крутой Кейс У нас Была По нашим Субъективным Оценкам Лучшая Черешня В рынке Мы продали Ее столько Сколько Сеть Не продавала Никогда И это Для нас Серьезный Пример Того Как можно И нужно Работать С производителями Буквально Несколько Цифр Мы продали Более 565 Тон Черешни За Сезон Закупили 4,5 Миллиарда Ну и В качестве Еще одной цифры Прямой импорт У нас в доле Приближается К 40% Дальше Мы работаем На этих принципах Не только С крупными Или средними Производителями Но в том числе С мелкими Микропредприятиями И здесь Пример Того Как мы Отрабатывали С одним Из Производителей Фермерского Фермерской Молочки В Хакасии Как мы Заходили Растили Так скажем Производителя Через один Магазин То к чему Пришли Здесь мы Тоже Говорили Про Глубокую Совместную Работу Про то Как это Может Выглядеть Как это Будет Продаваться Лучше Все что Связано С мерчендайзингом В итоге Мы И мы И производители Оцениваем Это Как Классную Крутую Штуку Сеть Получила Ответ На свой Запрос По индивидуализации В этой категории Кокупатели Получили Классный Качественный Продукт Производитель Получил Значимое Увлечение Продаж Плюс Скажем так Исходу Поскольку Это началось В одном Из гипермаркетов Ну и потенциал То есть На сегодня Это уже 7 гипермаркетов И проект Продолжается И дальше Мы будем Продолжать Его масштабировать Пример Замороженная Рыба Это пример Того Что не только С производителями Как раз Не только С Производителями Мы в этом Управлении Работаем Но и С дистрибьюторами И там Замороженная Рыба Мы Отсюда Мы определили Цели Мы определили Точки входа Мы нашли Производителя Мы согласовали Согласовали Эти цели Согласовали Соответственно Тактику Тут возникали Некоторые вопросы Производитель Не очень Так скажем Не сходу Поверил В те ожидания Которые мы видели И здесь мы Гарантировали Со своей стороны Всю свою часть Производителя Со своей Поставки В итоге Все получилось Как нельзя Лучше Производитель Доволен Поставщик Сеть довольна Круто Идем дальше И еще один пример Подобной работы Это категория Импортное пиво Ну мы Как наверное Все столкнулись Со сложностями С импортным пивом И поставили себе Задачу Вытащить эту категорию Наверх Наш прямой импорт Ну Так мы это оцениваем Сходу не справился С этой задачей Там мы не нашли Точек Возможности Соответственно Нашли Одного из Импортеров Нашего Красноярского Имеющего Достаточно приличный опыт С ним пошли В совместную историю Вместе Прорабатывали Цепи поставок Вместе Прорабатывали Ассортиментное предложение Ценовое позиционирование Мерчендайзинг Все Все Шло в совместном Взаимодействии И как результат Ну цифры там Мы видим Опять же Все Все довольны И все Этот кейс Взятное вооружение Мы продолжаем И будем его развивать Вот Коротко все Наверное Был запрос на то Какие категории На сегодня Интересные сети Мы же сюда приехали Тоже Не просто Не просто Покрасоваться Да Вот они Значит на экране Но это не значит Что Только на этом Там в 24 году Мы будем делать Акценты Уделять этому Внимание Нет Это то что Здесь Сейчас А в целом Ассортиментная матрица У нас Достаточно Широкая И там Бизнес ритм Наш предполагает Работу с матрицей Распределено В течение года Поэтому тут Обращаясь к нам Вы получите ответ Когда мы точно Там И Точно И персонифицированно Будем отрабатывать Категорию В какой момент Этому будет Уделено максимальное Внимание Там В прочие Периоды Времени Мы не можем Гарантировать Что оно будет Концентрированным Но если Предложение Крутое Классное И многообещающее Ну конечно Откликаемся Это самое сложное Отличить Такого количества Предложений Все таки Вот это Классное И проще Зафиксируйте Вопрос Который у вас Там сохранился Постараемся Все таки В конце его Мы сейчас Немножко Подлетаем Бестан Хорошо Все контакты Есть Коллеги Я наверное Здесь один момент Точно Заскажу У нас Остальные представители Компании Федерального Характера И соответственно У них по-другому Немножко настроены Процессы Но Я призываю Особенно Если вы молодые В молодом Возрасте И вам нужно Проверять категории Если для вас Именно Красноярский край Является Потенциально Возможным Местом Проявления Себя То начинайте Пробуйте В том числе В региональные сети Приходите Потому что Это действительно Возможность По-другому Немножко Увидеть свои задачи Потому что Все-таки Пусть меня поправят Конечно Маши федеральные Игроки Но Иногда Начинать Все-таки С некрупными сетями Сильно Правильнее Чтобы себя Проверить Все-таки Можете ли вы Дальше уже Двигаться И нужно И нужно ли вам Вообще Двигаться В большие Какие-то Масштабы Так Я Предлашаю Сергея Сергей Нам доехал Коммерческий директор Супермаркета Лента И В принципе Мы наверное Сразу Я далеко Вас отпускать Не буду Я передаю Сразу слово Да Поаплодируйте Пожалуйста Добрый день Дорогие друзья Коллеги Сергей Партнеры Конкуренты Так должно быть Конечно Знаете Я здесь Наверное Должна сказать Следующее Прежде чем Продолжить Рассказывать Непосредственно Презентацию Коллеги Я так рада Когда я удивляюсь В магазине И в данном случае Мы не говорим Непосредственно Про магазин Мы говорим Про выбор Который Осуществляет Дирекция Например В данном случае Фруктов и овощей И дает возможность Попробовать Другим Именно Поставщикам Попробовать Какие-то Нестандартные Позиции Пару лет назад На одной Сессии Которые Мы разбирали По фруктам Овощам Одна из Компаний Одна из Компаний Соответственно Сказала О том Что они Будут Выращивать Зеленые Помидоры Это Многих Так удивило Что Типа Да ладно Какие Зеленые Помидоры Зачем И вот Я на днях Зеленые Помидоры Увидела Как раз В супермаркете Лента Я купила У меня Детские впечатления Зеленые Помидоры Есть нельзя Ну табу А теперь Мы можем Сделать Светофор Зеленый Желтый Красный Потому что Черики Зеленые Появились В том числе В торговой Сети Лента Мы уже Попробовали Вкусные Честно Мне понравилось И мне нравится Что в данном Случа Я зашла В этот Супермаркет Лента Супермаркет Я вышла Оттуда С корзины Почти на 5000 рублей Я потому что Обалдела От количества Ассортиментов Давненько Не была Честно Как есть Вот И столько Нового Для себя Увидела Зацепила И это Интересно Но опять же По мне Не надо равняться Я любопытная Мне что новенькое Показалось Мне надо обязательно Попробовать Я еще к товарной полке Готовались Так что Расскажите пожалуйста Как у вас сейчас Меняется формат С чем именно Вы пришли Сейчас В поисках Новых Может быть Контактов Какая матрица Будет Супермаркет Ленте У вас об этом Много на слайдах Рассказано Передай слова Да я чуть-чуть Наверное Поделюсь с вами Цифрами Расскажу о том Кто мы есть сейчас Как мы собираемся Развиваться И достаточно Так вот Коротко В 21 году Мы взяли на себя Такую цель Амбицию Что мы должны Сделать выручку 1 триллион рублей Ну вот Для компании Лента На тот момент Мы всегда были Крупным игроком Входили в топы Но 1 триллион Было Ну что-то такое Прям большое Наверное X5 К тому моменту Перешагнули Эту цифру Там магнит Тоже Но мы Не хотели Отставать И прям Вот взялись Так за дело Достаточно бодро И стали Развивать Как раз Стратегию Готовить На Как же нам Все-таки Этого добиться Но в первую очередь Мы хотели Стать ближе К покупателям Но это Можно сделать Не большими Коробками А магазинами У дома Вот И поэтому Стали развивать Такой формат Как магазин У дома Это наш Супермаркет Наши Мини-маркеты А 2020 год Ну наверное Всех подтолкнул Такой трамплин Был Когда онлайн Начал развиваться То есть Какие-то Ошламляющие Темпы роста Показывали Трехкратные Двукратные 100% 400% Разных сетей По-разному Мы соответственно Тоже имея В портфеле Достаточно Уверенного И наверное Одного из первых Игроков На рынке онлайн Компании Отконос Решили Трансформировать И развивать Этот формат При этом Нашей задачей Было Не просто Сделать Один триллион Но и Оставаться Как компания Как бизнес Достаточно Успешным И Для себя Такую планку Поставили Что мы должны Сохранять Нашу высокую Ебиду Сделать ее Больше 8% Вот с такими Вызовами Мы там столкнулись В 2021 году В 2020 И как раз Стали строить Под это планы Вот Четвертый квартал 2023 года Ну у нас Вселил Такую еще Большую Уверенность То что То чего мы Хотим Это достаточно Достижимо Это уже Прям совсем Рядом Тут небольшие Цифры Не буду Всех вам Озвучивать Ну потому что Мне кажется Вы быстрее Прочитаете Чем я их Зачитаю Вот Но сегодня Мы говорим С вами О формате Супермаркетов Чуть более Подробно Не скажу Что подробно Пока всех Секретов Не выдам Но немножко Там приоткрою Какой-то Занвес Вот Четвертый квартал Для компании Ну достаточно Такой Оказался Успешным Мы сильно Приблизились К нашей цели У нас В портфеле Уже более 2800 магазинов Разных форматов И в четвертом квартале Наша выручка Выросла На 50% Что достаточно Неплохо Все форматы Абсолютно Показали Хорошие Темпы роста Хорошие лайки Формат Супермаркет Тут видно 22% 22% Like for like Причем Вырос Как и Средний чек Так и Трафик И Собственно Мы будем Фокусироваться Один из ключевых Векторов Развития Это именно Этот канал Формат Супермаркета Рынок Достаточно Стабилен Он не падает Ну собственно Как и Гипермаркет Вы видно Видим Кто-то Кто-то Побыстрее Развивается Кто-то Уверенно Набирает Обороты В своей Эффективности Зарабатывании Денег Кто же На сегодняшний день Лента Я уже Коротко Рассказал Мы Подтверждаем Свою амбицию Ну наверное Акционер Все-таки Попросит Немножко Пересмотреть Но пока Она Вот Один Триллион Рублей Мы Очень Стараемся И делаем Наш бизнес Эффективным Во всех Форматах В гипермаркетах За счет Улучшения Клиентского Сервиса За счет Клиентского Предложения В формате Супермаркет Мы на сегодняшний День Ставим Цель Найти Вот эту Именно Модель Эффективную Которая Позволит Нам И Давать Хорошее Предложение Покупателю И в том числе Нам самим Как бизнес Зарабатывать Плюс Развивать Наших Производителей Потому что Все-таки Наш такое глубокое убеждение Что бизнес Нужно строить Только совместно Он должен быть Взаимовыгодным Но Если Немножко Про нашу стратегию Сейчас поговорить Мы все-таки Считаем Что бизнес Должен быть Взаимовыгодным И Поэтому Иногда Приходим С какими-то Пожеланиями По улучшению Наших Цен Наших условий Поэтому Не удивляйтесь Это все В рамках Вот этого Такого Очень понятного Дружелюбного Отношения И построения Бизнеса Малые форматы Вот Недавнее приобретение Наше Мы собираемся Открывать Не менее Пятиста Магазинов Каждый день И сохранить Те темпы роста Like for like Ту эффективность Этого бизнеса Поэтому Если Смотреть Отчетность То там Достаточно Высокие Показатели По Ебеде И по Плотности Продаж Вот Мы хотим При органическом Развитии Этого Не потерять Но Только Конечно же Усилить Наши Компетенции И Развивать Онлайн Сделать Эту модель Более Эффективной Наверное Есть уже Кто-то У кого Онлайн Приносит Там Какие-то Большие Деньги У нас Он еще Не Приносит Ну Какие-то Колоссальных Доходов Но Мне кажется Мы все Близки У нас Есть Корпоративный Центр Который Помогает Нам Каждый День Улучшать Наши Компетенции Форматные И Они Очень Нас Мотивируют Совершенствовать Нас Внутри Себя Каждый День Становиться Лучше Чем Были Вчера Смотреть В будущее Ну Прям Так Вот Очень Уверенно С тем Что Мы Справимся Вот Супермаркет Ленты Еще раз Немножко Расскажу Про У кого Какое Количество Магазинов Монетка У нас Конечно Безусловный Лидер По количеству Гипермаркет Является Нашим Флагманом Вот Он Ну Сколько Он Процентов На Сегодня По-моему 62% Выручки Ленты Это Наши Гипермаркеты Поэтому Очень Большой Фокус Вот Они Лидеры На Сегодняшний День В формате Гипермаркет И В принципе Конкурентов По-моему Пока Приближающихся Нет Конечно Конкуренты Есть Они Очень Важны Очень Дороги Нам Супермаркет Лента Чуть Чуть Более Подробно По Цифрам Мы Нашей Основной Задачей Ставим Что Наверное Тоже Не будет Никакой Новостью Что Как Формат Супермаркет Мы Нацелены Все-таки Делать Нашу Миссию Покупки Где Присутствуют Свежие Какие-то Продукты Овощи Фрукты Вот Наташа Спасибо Большое Рассказала Про Наши Замечательные Помидоры Мясо Мясо Рыба И Очень Фокусируемся На готовой Еде Потому Что Считаем Что Придя В магазин Надо Все-таки Получить Какой-то Достаточный Уровень Комфорта И Сэкономить Себе Время Дома На Развитие Занятий Семьей Развитие Себя И В принципе Может Просто Отдохнуть Поэтому Широкий Выбор Кулинарии Мы Тоже Планируем Предлагать Что Делаем Сейчас Но Улучшать Это И Мы Не Забываем Про Тех Кто Все-таки Хочет Себя Баловать Но Купить Что-то Вкусное Что-то Необычное Поэтому Это Тоже Является Нашей Одной Из Фокусных Целей И Миссии Что Мы Планируем Делать Супермаркетах Помимо Как Я Говорил Улучшения Эффективности Развития Операционной Модели Коммерческой Для Супермаркета Который Является Доступным Мы Хотим Сконцентрироваться На наших Фокусных Покупателей Мы На сегодняшний День Дорабатываем Наш CEP Уже Очень Близки Поэтому Сегодня Пожалуйста Не задавайте Вопрос Я Не Расскажу Что Оно На Кого Мы Именно Рассчитываем Поделюсь Обязательно Как Нибудь В Следующий Раз Но Более Подробно Раскрою Все наши Секретики К тому же Для Производителей Покупателей Их не должно Быть Мы Перестраиваем Нашу Модель Мы Хотим Иметь На полке Постоянной Доступной Цены Это Стратегическая Цель Не только Для Формата Это Стратегическая Цель Для Наших Всех Форматов Супермаркет Гипермаркет Онлайн Наши Дискаунтеры И Как раз Большое спасибо Что вы Собрались Я уверен Здесь Убежден Много Производителей Мы Очень Смотрим На Разные Интересные Продукты На рынке Поэтому Приглашаем Вас К сотрудничеству Если у вас Есть Какой-то Уникальный Продукт Может быть Новинка То мы С удовольствием Будем Рассматривать Мы Этого Не боимся Мы Очень Любим Экспериментировать Мы Многое Делаем Для того Чтобы Товар Попадал На полку Чуть Быстрее Есть Достаточно Проектов И Собственное Производство Как я Говорил Про Готовую Еду Мы Трансформируем Этот Бизнес Там Большой Проект У нас Внутри Компании Где Мы По Молекулам Разбираем Все Что Туда Входит Смотрим Как Нам Делать Внутри Себя Его Лучше Смотрим На наше Собственное Производство Но Опять же Не забываем Про Производители Готовой Еды Те Кто Уже Что-то Смог Уже У кого-то Что-то Получилось Мы Готовы С вами Продолжать Развивать И Пожалуйста Обращайтесь Мы Всегда Будем Готовы Рассматривать Я Не буду Обещать Конечно Что Мы Со Всеми Сможем Работать Но Это Понятно Все Так Количество Ассортимента Из Самое Интересное Так Как Мы Все-таки Как я Говорил Уже В формат Рождены Из формата Гипермаркет То Бизнес Процессы У нас Были Настроены Соответствующие Нам Понадобилось Какое-то Время Уйти От управления И Принципами Большой Коробки Больших Больших Магазинов Поэтому Много Что Перенастроили Мне Кажется Получилось Ускорить Эти Процессы Сделать Их Легче Улучшить Ценообразование Причем Это все Таки В несколькой Итерации То есть Это Нельзя Сказать Что Мы Пришли Что-то Придумали Нарисовали Через месяц Внедрили Нет Это Прям Такой Долгий Долгий Путь В рамках Ритейла Это Долгий Путь В рамках Жизни Очень Быстрый Это Еще Не Все Я Еще Пауза Все Настроились И Безусловно Мы Будем Использовать Нашу Синергию С Нашим Большим Братом Гипермаркетами С Нашими Магазинами У дома Не Пугайтесь Но Это Конечно Все Рано Будет Единые Закупочные Цены Мы Понимаем Что Несколько Форматов Что Мы Можем Предложить Что Вы Нам Можете Предложить Поэтому Расценивайте Это Только Как Совместное Улучшение Совместная Возможность Развиваться Полноценно И Как Компания Лента Как Мультиформатная Компания Лента Супермаркеты На сегодняшний день Являются Одной из Ключевых Точек Роста Поэтому Супермаркеты Живы Конечно Будут Развиваться Я уверен Антон Еще Об этом Расскажет Нам Спасибо Огромное А теперь Аплодисменты Сергей Прежде чем Высядем На свое место Я Наверное Должна Как Точно Уточнить 500 Магазинов В год Да Дискаунтеры Отлично Ну просто Видите Оговорочка По Фрейду 500 Просто Я Слежу За тем Чтобы у нас Новости Правильные Вышли Потому что 500 Магазинов В день Изначально Звучало В день Представляете Ну наверное Это 26 Ну что ж Да Спасибо большое Такое было Выступление И соответственно Я думаю Что вы чуть-чуть Больше узнали Каким Давайте Микрофон Пожалуйста И еще Соответственно Как планирует Развиваться Лента Действительно Мы наблюдаем Вот эти изменения И Как раз Относительно Недавно Я зашла В монетку У нас же Я живу В городе Пушкино Подмосковье И когда я зашла В монетку Я поняла Насколько Избилились У нас вообще Истории Про Слияние Поглощение Когда Раньше В основной Семь Закрывались Приобретенные Сети А сейчас Они продолжают Развиваться В своих Каких-то Устоявшихся Историях Но уже С новым Покрытием С новыми Какими-то Возможностями Будем тоже Наблюдать Как и Этот формат В рамках Уже Ленты Будет развиваться Дальше Вот Сейчас Мы также Про CVP Поговорим С Антоном Чижовым Отдельный Момент Что у нас Получилось Сейчас Два Ну практически У нас Получилось Три выступления Вокруг Супермаркетов Да Ну так Вот Модоро Тоже Много Супермаркетов Но более Широко Смотрели И здесь В очередной Раз Вы должны Понять Как же Вы можете Себя Увидеть В этом Магазине Да Потому что Перекресток Тоже Широкая Матрица При этом Все-таки Компактные Магазины Это не Гипермаркеты Личных Тестовых Историй По оформлению Магазинов И я уверена Что Антону Немало Приходится Поработать Чтобы Все Ожидания Покупателей В том числе Были Реализованы В ваших Магазинах Расскажите Пожалуйста О том Как Именно Сейчас Работает CVP Именно В Перекрестке И Кого же Вы ждете На полке Вашей сети Хорошо Всем Здравствуйте Меня зовут Антон Чижов Я Категорин Директор Перекрестки Занимаюсь Бакалейной Группой Хорошо Что я выступаю После Евгения И Сергея Потому что Моя презентация Она прям Совершенно Подругое Ценностное Предложение Сейчас Объясню Называется Она Покажи мне CVP Именно потому что Я хотел сфокусироваться На том Что мы хотим От производителей Именно в этом Сегменте CVP Это Customer Value Proposition То есть Ценностное Предложение Я призываю Всех Использовать Именно Эту терминологию Потому что Вы придете На переговоры Скажете Вас сразу поймут То есть Это очень широко Используется у нас Сначала Буквально Пару слов Преамбулы По поводу того Что такое Перекресток Вот это Наши четыре столпа С точки зрения Основного Клининского Предложения У нас Первое У нас есть ряд Так называемых Супергеройских Категорий Это и Фрукты Овощи Готовая еда Вино Хлеб Да Вот в этих категориях Мы работаем На основе Вовне У нас такой посыл Что мы отобрали Уже лучшее Вам думать не надо У нас там самое лучшее С точки зрения И цены И с точки зрения Самого ассортимента Качество Свежесть И все Это вот самое Номер один При этом мы Свою долю Уникального ассортимента В целях Дисференциации Вне зависимости От каких-то Больших игроков Мы постоянно Увеличиваем Наша цель на этот год 45% Кроме этого Соответственно Доступные цены Позитивная атмосфера От посещения У нас магазины Все про атмосферу И экспресс-доставка Тут мы Гораздо круче Прям На порядок Так Коротко о том Собственно Кто является Клиент Прикрестка Это в основном Зрелый С доходом Выше среднего Люди Молодежь Тоже с доходом Выше среднего Взрослые Люди с детьми Они у нас Порядка 60% В количестве Но В розничном Товарообороте Сильно больше Они по всем Параметрам Как частота Высоцарение Чек Вообще Они лучше Чем Другие группы Клиентов Поэтому мы на них Фокусируемся Чего они от нас ждут Качество Качество Зожность Вот этот натуральный состав Все широкий Выбор Больше новинок Не просто Новинок А необычных Интересных Кусных Новинок И Соответственно В топ-приоритете У них свежесть И сервис Дальше Непосредственно Перейдем К CVP Мы на самом деле Долго думали О том Как Это на уровне Ощущений Какой-то То что нам Мы все Внутри компании Понимаем Что это А как это Солами сказать Иногда Очень сложно Вот мы Сформулировали Шесть признаков Это Потребление Не массовое Гурманское То есть Это потребление Осознанное Все про Зож Это Из-за петра Кухни мира Кухни мира Это впечатление Это путешествие Это какой-то Досуг Товар удивляющий Именно в позитивном Сыблосмысле Какие-то Новые решения По упаковке Новые решения По самой Потребности И при этом Соответственно Не забываем Про то Что нам надо Гарантировать Некоторую уникальность А как лучше Гарантировать уникальность Чем сделать это Под собственной Торговой маркой Или Эксклюзивной Торговой маркой Которая потом Рано или поздно Становится Собственной Торговой маркой Смотрите Здесь Это не значит Что мы Масс-маркет Не делаем У нас есть И масс-маркет У нас есть Обязательные потребности Базовые потребности Товары Первой цены Но сегодня О прекрасном Я пойду От категории Начиная От самых свежих Заканчивая Самыми сухими Вот Чтобы у вас Немножко Создалось ощущение То же самое Которое у нас есть Внутри компании Что такое CEP Вот например Наш Тоже Субергерой Категория Ягоды И экзотические фрукты Здесь Про сезонное Предложение Про сочные Крупные ягоды Они вот Как будто С куста Они должны Создавать впечатление Экзотические фрукты У нас Серость Вот 8 месяцев в году Да В стране А вот То что у нас Круглый год Манго Папайя Джекфрут Вот эта вся экзотика Она должна создавать Ощущение Какой-то Этмосферы Позитивных эмоций Касательно овощей То же самое Да То есть Тут больше упор На фермерское Какое-то качество Локальный производитель Внешний вид Это все должно быть Не как с куста А как с грядки Вот эти томаты Наши Пинг парадайз Мы их раскачали Просто как-то Очень дико А сладкий томат Вообще Круглый год Микродель Все это Фрукты Овощи Это вот Про такой некий Вайп Испанского рынка Да Когда заходишь И вот ты ощущаешь себя Как на вот Не знаю В Валенсии Где-то Так вот На базаре Так Переходим К другим Свежим категориям Охлажденная рыба Да Вот это Рыба вообще Это ассоциируется С кем-то таким Деликатесом Да Охлажденная рыба Тем более И вот в этой категории Очень важно качество Здесь все Про доверие К качеству Поэтому рыба С прозрачными глазами Чистая Яркий жар Блитящая чешуя У нас Широкий выбор Каких-то необычных Там Да Морепродуктов Гребешок Вопста Вот с морскими ежами Мы научились Это просто Как бы там У нас На мемы разбежалось Если это Охлажденная рыба Да То она Не должна Была подвержена Быть Заморозки Я помню Понятно Что дикая рыба Там Омуль Там Муксун Они скорее всего Замороженные Но Мы стараемся Фокус делать Все-таки Нахлажденной Икра черная Дальневосточная Опять-таки Различные Морепродукты И важный Еще один момент Все что может быть Закрыто Отечественным Производителем Должно быть Закрыто Отечественным Производителем Тут как бы Сомнений быть Не может Здесь приоритет Именно в эту сторону Мясо птица Ну я как бы Даже не знаю Что сказать Это вот картинки Вот это так Как мы хотим Чтобы люди видели нас Вот как магазин Да Вот это Вся суть жизни Она вот здесь Вот эти все стейки Там зернового Аркома Разнообразные Сочные Вот альтернативные Эти стейки Выпас Вот скота В экологически Чистых зонах Если это домашняя птица То это птица Не там Ну в меньшей степени Курица Это утка Вот гусь Индюшка Цезарка Фазан Рябчик Куропатка Перепел Это вот Все Вот эти альтернативные Виды мяса Они На попробовать Вот возьмите Домой Попробьте Что-то необычное В мясном Гастрономе То же самое Да То есть Как бы Здесь Нет обычной Вареной Докторской колбасы Если вы посмотрите На наш Сиепи А вот это Сырокопченое мясо Хамон Вот мы такую ногу Продавали тоже Не знаю Сейчас продаем Или нет Или уже там Кончилась она Фуа-гра Мортаделла Колбасы С всякими Оливками Орешками Фуэты Вот Прям слюнки Текут Чит-сен-соу Хлеб Хлеб И тортики Ничего теплее Придумать нельзя Вообще Запах хлеба Это уже Какое-то Побуждение К покупке Здесь мы В первую очередь Ориентируемся На вкусный Чистый состав Ручная работа Ручная работа Относительно хлеба Это даже не значит Что-то такое Нечто ремесленное Как будто Его только что Руками сделали У него там Хривая форма Какая-то Какие-то Необычные Заостренные Части этого багета Это действительно то Что мы хотим Эту атмосферу Создать у нас Магазин Торты Ручной работы Понятно Что это сложно При этом Все незабываемо И про ЗОЖ У нас там И веганские И диетические Тоже эти направления Мы развиваем О, заработал Сыры Тоже Да То есть Это не про то Как ты с утра На печеньку Сыр себе положил А про то Скорее Какое-то Гурманское Потребление сыров Поэтому здесь И фермерские сыры Швейцарские Выдержанные сыры Козьи Бюш Шевры Я вот перед председателем Специально Уточнял Что такое шевры Но это видать То, что нам нужно Сыры для жарки Сыры Кубики Знаете, такие есть Наборчики То есть Это уже не про Сам вкус Гурманский А про Удобство упаковки Решение о том Что у тебя В каком-то Стаканчике Кубиками Уже нарезан сыр Это удобно И это тоже CVP Антон, позвольте Пожалуйста По поводу Сырти Наблюдение Я как модератор Умею возможность Иногда вот такие моменты Делать Смотрите Мой ребенок 10 лет Недавно Заказали Он очень любит Копченые сыры Вот эти маленькие Палочками И я не знала В каком виде Будет привезено Но Было куплено Привезено Положено в холодильник И он его не замечал Хотя он Именно этот сыр хотел Там два момента Она Во-первых Была призакрыта И не было видно Что это сорти И в ней было видно Вообще Именно самого сыра Но Когда я открыла Ребенок был счастлив Увидеть Что во-первых Ассорти Его любимого сыра И у него Прям эмоция Ой как красиво Как интересно И этот момент Показывает Два Ну как бы Вот этот пример Который Я словила Тут два инсайда Первый На ассорти Однозначная реакция В том числе И детей Очень яркая Но в данном случае Вся красота Была закрыта Пленкой И ребенок Даже Не я Не ребенок Вообще никто Даже не заметил Он его в холодильнике Не увидел Это вы в Ленге купили Наверное Нет Нет Среди присутствующих Нет данного бренда В данном случае Был СПМ Так Рассказываю Да Да Вот такая ремарочка Обращайте внимание На эти вещи В том числе То есть если вы делаете Офигенительную вещь В виде например Того же ассорти Да Но если вы все полностью Закрываете упаковкой То может быть Что-то не сработает Да Да Упаковка очень важна Это Один из краеугольных углов СВП Переходим К сухим категориям То есть Несколько категорий У нас Поймите У нас есть В каждой категории Есть точки Вот этого СВП Ну вот Несколько отобрали Кофе например Кофе натуральный Нерастворимый Ну если растворимый То уж какой-то там Необычный Совершенно вкусовой Упор на натуральность Потому что зерно Молотое Оно вот тоже Это такой Один из самых Провоцирующих запахов Дает кофе Он гурманский Соответственно Здесь вот Все необычные методы Обжарки Там Да Профессиональный Вкусовой Смеси Это уже знаете Подготовленное Что-то может Там залил Там сделал Все фрапы Там Какой-то Сингалориджин Дрипы Это вот прям На кружку Дрипы Это про удобство Опять-таки Это капсулу Вообще Там какой-то бум переживает По поводу чая Да То есть чай Необычный Какой-то там Очередной черный чай Да Это какие-то фрукты Фруктовые Травяные чаи Мы следим за качеством листа Это какие-то добавки Саганда Или Вот здесь Анчан написаны И при этом Не забываем про упаковку Упаковка В сухих категориях Она даже Несколько там важнее Потому что Очень большой выбор Обычно И она должна Продавать себя Уже с полки То есть Она Длительность Между покупками Очень большая И поэтому Человек Должен Прямо Первый раз Решиться Попробовать Что здесь В сухих категориях Упаковка Должна быть С ярким дизайном Шоколад Конфеты Тоже Про все Гурманское Категория Немножко Находится Под угрозой От ЗОЖ Тренда Но мы В этой категории Находим Точки роста Именно В ЗОЖ То есть У нас Веганский шоколад И без сахара И на альтернативном молоке Что мы любим В сухих категориях Это Позиции Эксклюзивные При поддержке Всяких Медиа личностей Потому что Это наша возможность Рассказать Вовне О каком-то Классном товаре Мы Хватаемся За любые Такие возможности Это не только В этой категории В принципе Это очень большой плюс Если есть какая-то Медиа поддержка Поддержка Медиа личностей Например Консервация Гурманская На самом деле Очень сильно Недооцененная категория Там Это все Про вкус То есть Аутентичные Оливки Они чем только Не фаршированы У нас Они там И на меду Каком-то И в каком-то Непонятном Не уксусе Эти намазки Балканские Айвар Лютеница Это вообще просто Отвал башки Очень вкусная категория Здесь правит Балл СТМ Потому что Слава богу Как бы тут Лидеров не так много И мы будем там Чуть ли не Сто процентной доли Додавливать Но Вот Одна из наших СТВП категорий По вину Вино Это вообще отдельная история У нас Не знаю Мне кажется Самое лучшее Сейчас предложение На рынке По вину И в качестве цены И в качестве выбора Это одна из наших Геройских категорий Что мы здесь ищем Да Какие-то эксклюзивные вещи Органические вины Безалкогольные Виноделие России Тоже в приоритете Да Я понял Я быстрее пойду Так С точки зрения Крепкого пива Азия Бельгия Крафт В крафте Выделился Тру крафт Это прямо Со вкусом борща Это очень Наверное Интересная Позиция Если с точки зрения Крепкого алкоголя Это в основном Крепкие напитки Нацеленные на Миксованное потребление Джин, ром, виски Ликер Такие вот истории И не забываем Даже про Наши предложения В категориях Непродуктовых Тут мы тоже Ищем эти точки Дифференциации С точки зрения Клининского предложения Здесь это Соответственно Эко Азиатское направление Многофункциональные Всякие средства Вот у них 17 в одном Я вот тоже Они что-то нашли 17 в одном Это просто чудо Там, наверное И моторная масса И соус для пельменей Так Это, собственно, все Еще раз Важно Мы не забываем Про базовые в истории Да Но вот то, что я вам Сегодня показывал Это сложно найти нам То есть Поэтому вот здесь Нам надо, чтобы вы Пробовали Тоже пытались Мы поможем Поддержим Протестируем Мы потому что Мы в этом заинтересованы Это наше Наше Ценностное предложение Пожалуйста Заявки все Которые Коммерческие предложения Размещайте Именно на сайте Это я прям Очень сильно настаиваю Потому что Не надо на форумах Различных Искать Контакты Байеров Там Потому что вам там Скорее всего Мало кто ответит Люди все получают Потом под 10 тысяч Сообщений в день Вот здесь Жесткий контроль За тем, что вы Получите обратную связь При этом форма Заполнения Удобная нам Легко обрабатываем И вам удобно Нам удобно Получать гарантию Ответ Все Спасибо Если у вас Миссия Сколько Триллион Быть лучшим местом Для покупок На земле Сергей Ой, ну как обычно Пикируемся Пикируемся Ну как Хорошая здоровая Конкуренция И она Действительно Позволяет нам Развиваться И развивать Наш рынок И делать Лучшие вещи Для покупателей Все-таки Всем нам Так иначе Ну вам точно Зарплату платит В первую очередь Покупатель И соответственно Вы именно В этом разрезе А как и вам Плочим Тоже Если вы Именно Производите Товар То есть Насколько Качественный Товар Будет создан Вами И насколько В нем Будет заинтересована Сначала Сеть А потом Покупатель А может быть Это в некоторых Звучитах Наоборот Потому что Извините Но мы Неоднократно Наблюдали Картину Когда Взлетали Какие-то Продажи В онлайн Гипермаркетах И все Дружненько Шли Смотреть Уже И на полку Правильно Ну а сейчас Я обращаюсь Уже К Елене Савченко С Еленой Мы Поговорим На тему СМ Где тебе Удобнее Стоять Сидеть Все Как удобнее Еще одна Тема Про сотрудничество И сотрудничество Именно В разрезе Собственной Торговой Марки Тема Сегодня Конечно Время Не позволяет Как-то глобально На эту тему Поговорить Но Один из Тех вопросов Который Всегда Звучит Как попасть На полку Один из Вариантов Через Собственную Торговую Марку Елена Сейчас Расскажи Как у вас Все это Устроено И как Вы ищете Сейчас Лучшие Предложения Сколько У вас СТМ И Далее Еще Несколько Вопросов За Пределами Презентации Добрый День Всем Участникам Форума Рада Видеть Коллег Рада Видеть Новые Лица Знакомые Лица На этой Прекрасной Площадке И этой Возможности Что мы Можем Лицо К лицу Общаться Какие-то Вещи Которые Я хочу Затронуть В своем Выступлении Очень Четко Показали И уже Подсветили Коллеги И выступлениях Евгения Про Открытость Взаимодействия С Производителями И то Что мы Хотим Быстрее Отвечать На Реакции И запросы Покупателей И выступлениях Антона О том Чем Сейчас Вот прямо Ищем Болит Это У всех И выступление Сергея Как мы Хотим Все Отличаться И давать Удовольствие И эмоции Нашим Покупателям Я расскажу Об СТМ Потому что Одним из векторов Направления Сети Ашан Является Развитие СТМ Как это уже Много лет Продолжается И наши планы Все амбициознее Амбициознее Я не думаю Что мы Какие-то Исключительные На рынке В этом направлении И Давайте Прежде всего Опять Обратимся Каждый рассказал О своей миссии У нас тоже Есть миссия И видение Ну действительно Глобально Мы Все что делаем Проходит Через основное Видение Компании Это Правильно питаться Жить лучше Сохраняя планету И если продумать Это действительно Основные Вещи Которые У каждого Из нас Проходят Через Наше ДНК И наше сознание Естественно Наша миссия Выполнять Вот это видение Создавать И предлагать Покупателям Доступные Уникальные Эксклюзивные Продукты Которые Смогут Будут Сделаны Для большинства Людей Заботимся О здоровье Людей И о планете Когда мы Говорим О наших Марках Это Прежде всего Полностью Вся прослеживаемость Между Пятью Основными Бизнес Окружением Или вещами Прежде Прежде Всего Это Наши Клиенты Клиенты С их Потребностями Клиенты С их Запросами На Втором Месте У нас Это Конечно Наши Партнеры С которым Невозможно Было Строить Никакой Бизнес Для нас Очень Важно Сохранять Увлекать И Работать В полном Взаимодействии С командами Внутри Компании И это Не только Взаимодействие В рамках Одного Какого-то Департамента И коллектива И Несомненно Это Наши Акционеры Это все Про бизнес Это все Про деньги Ну и Мы Очень Акцентируем Внимание На Обществе На том Что Уже Сказала Очень Коротко Всю информацию Вы Прочтете Сами Остановлюсь На нескольких Вещах Но Прежде всего Это у нас 15 торговых Марок Три основных Зонтика Это Каждый день Красная птица Золотая птица И марки Специалитеты В различных Категориях У нас По Результатам Исследования Высокая Лояльность Высокие Повторные Покупки Которые Там В Десятки Раз Превышают Во многих Категориях Основные Бренды У нас Мы Имеем В своем Портфеле На сегодняшний День Более 7 700 Тысяч Артикулов СТМ И Каждый Год Мы Запускаем По Полторы Тысячи Артикулов Если В зале Там Есть Производители Которые Обновляют Линейку И Понимают Как Работать С товаром Представьте Что такое Разработать Полторы Тысячи Артикулов В год Мы Выпускаем Шесть Артикулов В каждый Рабочий День Это Все Проходит Через Всю Цепочку Процедуру Разработки И работы С этим Товаром От Анализа До Выпуска На полки В том В том Привлекательном Виде Которые Хотели Бы Мы Представить Покупателям При этом Есть Критические Контрольные Точки На которых Весь Проект Может Сорваться В том числе И аудит Производителя И это Возможно Мы Работаем И Продолжаем Двигаться В своем Направлении Если Говорить О Что-то Из тех Товаров Которые Мы Запускаем Не очень Успешны Что-то Мы Ратируем Но в целом Если говорить Про то Мы Выводим Несомненно Непродающиеся Товары На основе Анализов Но Вот этот Выход У нас Где-то Получается Порядка 0,7% Из новых Артикулов Которые Мы Вводим Поэтому Мы Считаем Что Результат Достаточно Эффективен И Это Постоянно Еще Помимо Этих Артикулов Работа 7700 СКЮ По Продажам По Обновляемости По Ротации И Это Громадная Работа Команды Мы Активно Занимаемся Наши Все товары СТМ Входят В программу Лояльности Мы Даем Дополнительный Кэшбэк На СТМ И Наша Сильная Сторона По Продвижению Наших Марок Это Фестивали Которые Мы Проводим Ежегодно Где Мы Знакомим С Новинками Предлагаем По Лучшим Ценам Бестселлеры Наших Продуктов Конечно Мы Представлены С СТМ Во всех Форматах Сети Это Супермаркеты Гипермаркеты В канале Еком И могу Сказать Что В канале Еком Отклики И Лояльность Клиентов И Доля Продаж Даже Выше Чем В формате Гиперов И Супер Это Один из Самых Эффективных Каналов Для Реализации СТМ И Несомненно Для нас Гарантированное Качество Товаров Это Для нас Просто Мастхэв Здесь нет Никаких Компромиссов Но При этом Мы Очень Сопровождаем Производителей С точки Зрения Подготовки Аудитов Если Что-то Не так Пошло Мы Сопровождаем И помогаем В каком Направлении Исправиться Не буду Повторяться Очень сильно На уникальности Эмоциях Потому Как Коллеги Уже Прямо Вот Наметками По категориям Дали Хорошие Рекомендации Действительно Мы Тоже В своих Линейках СТМ Особенно То, что Касается Среднего Ценового Сегмента И Премиального Сегмента Работаем С уникальными Товарами И Очень Открыты Ко всем Предложениям И Также Совместно С нашей Стороны Есть Идеи Как Это Развивать У нас Очень Широкая Гамма Товаров Которая Представлена В различных Категориях От Фуда До Непрода Это Более 100 Категория Практически Везде Мы Покрываем Все Ценовые Ниши И Что Очень Важно Гамма Социально Значимых Товаров Которым Мы Держим Свои Обязательства И По Наценке И По Обеспечению Самых Лучших Розничных Цен Она Тоже Представлена Широко В нашем Ассортименте Особая Гордость Это Продукция Мясного Нашего Завода Собственного Который Находится В Тамбове Который Производит Более 300 Артикулов Ассортимента Мяса Мясопереработки И Есть Еще Мясные Деликатесы Которые Мы Выпускаем Совместно Заводом По Отработанным Уникальным Рецептурам С Чистым Составом И Очень Хороший Отклик Эта Продукция Имеет У наших Покупателей И мы Дальше Будем Развивать Наши Линейки Предложений Если Говорим О Партнерах У Нас Более 700 Поставщиков Для СТМ Это В основном Российские Производители Мы За Долгосрочное Открытое Партнерство И за Уникальные Проекты Которые Мы Готовы Развивать Приходите С вашими Идеями Приходите С вашими Инновациями И Вам Одно Окно Входа Пожалуйста Это тоже На сайте У нас Вот есть Централизованный Формализованный Вход Когда вы Заполняете Анкету И ваша Анкета Точно Не потеряется На вашу Анкету Это точно Будет Дан Ответ И Будет Возможен Доступ Обязательно Заполните По СТМ Или по бренду Вы делаете Свои Предложения И Ваша Анкета Будет Рассмотрена И Отклик Получит Мы Поддерживаем Региональных Производителей И малый Бизнес Ну и То что я Уже Сказала Упомянула Это Поддержка В области Качества Общество В своем Работе Мы Очень Серьезно Относимся К тому Что В ингредиентной Базе Наших Продуктов Мы Занимаемся Локализацией И Поставок И Федерализацией Поставок Для того Чтобы снизить Углеродный След Мы Тоже Нацелены На развитие Здорового Питания ЗОЖ И Эти проекты Уже Запущены И дальше Будут Развиваться И Конечно Для нас Важен Доносить До покупателя Коммуницировать С ним Миссию И положительный Имидж Который Мы Несем И Заботимся В целом О покупателях И планете Что Для нас Сегодня Актуально Не Буду Упоминать То Что Уже Сказали Но Что На чем Хочу Обратить Внимание Это Быстрое Наверное Не так На рынке Кадров Сейчас Очень Большая История С И У Нас И Думаю У Вас С Тем Что Очень Такой Снизилась Планка Профессионализма Людей Которые Хотят Присоединиться К командам Или Видят Себя На каких-то Позициях Очень Хочется Чтобы Все Мы Имея Опыт Большой Работы Уже Учили Воодушевляли Наше Молодое Поколение Чтобы Они Развивались Профессионально Чтобы Они Были Замотивированы На Результат Вдохновлялись Своей Работой И получали От этого Удовлетворение Потому что Очень Хочется Чтобы Была Быстрая И Совместная Реакция На Наши Запросы Это Вопрос К нам Тоже Не Только К Производителям Поэтому В этом Направлении Я считаю Что Это Наша Точка Роста Обратить Внимание На Работу И По Проектам Которые Вот У нас Сейчас Тоже Мы Поддерживаем Тренд Который Есть На Честный Вес Наши Многие Продукты Уже Сейчас В этом Направлении Мы Выпускаем И Хочется Что Здесь У нас Была Тоже Совместная Заинтересованность Потому что Это Такой Сейчас Общий Тренд Рынка Мы За Сохращение Использования Пластика И это Тоже Когда вы Разрабатываете Продукты Нужно Думать В этом Направлении Ну И Конечно Повторюсь Это Уникальность Органик Зош И Прочее Все У меня Наверное Я Уложилась Отведенное Время Спасибо Большое Коллеги Сейчас Извините Не убирай Этот слайд На самом деле Вот это Ключевой Слайд Про который Очень многие Ну скажем так Вот увидели Сейчас Я не увидела Такого резкого Там Поднимаем Фотографии Но Коллеги Это реально Ключевой Слайд Для вас Стратегических Комитетов Когда вы Решаете Об изменениях Вот Елена Как человек Который Сильно Влияет На то Какой В итоге Продукт В разрезе СТМ Пойдет На полку Торговой Сети Ей приходится Сильно Наперед Просматривать Те Тренды Так как Сеть Крупная То Соответственно Эти Истории Максимально Рано Брать В работу Некоторые Тренды Они Опережают Например Про честный Вес Мы можем Сказать Что вы Немножко Опередили Этот тренд Об этом Только Сейчас Начинают Говорить Я В очередной Раз Подсвечиваю Такие Вещи Потому Что У нас На нашей Площадке Регулярно Случаются Ситуации Что Мы 5-7 Лет Об этом Назад Начали Говорить И многие Там Ну Зачем Это Нужно А потом Друг Начинает Спешить Когда Уже Лидеры Рынки Это Сделали И Условно Им Приходится Подстраиваться А не Быть На Волне Поэтому Следите За Такими Вещами Это Важно А Сейчас Мы Уже В завершении С одной Стороны Таких Представлений У нас Такая Получается До Максима Мы Уже Дошли С Максимом Когда Пообщались Знаете Максим У нас Максим Арефьев Он Один из тех Людей Которые Знаете Когда мы В кулаках Говорим Непонятно Чем Занимаются Простите Да Вот Давайте Мы Сейчас Режим Дискуссион Немножко Пообщаемся Да Вот Там Кнопочку Нажать Красную Да Почему Вот Смотрите Сколько У нас Было На слайдах Философских Моментов Я Видела Вашу Реакцию На это Да Там Философия Мы тут цифры Пришли Слушать Да Нам Должны Сказать Точно Сколько В граммах Или Какая Должна Быть Закупочная Цена Или Еще Что-нибудь В таком Духе Но Коллеги Позвольте Я Такую Приламбулу Перед Нами Сейчас Представители Крупных Компаний Которых Для того Чтобы Решение Наверху Сложившееся Было Хорошо Пропускать Вниз И они Действительно Исполнялись Нужно В это Верить А для Того Чтобы Верить Надо Чувствовать Что Мы Идем В Правильном Пути Максим Расскажите Мне Пожалуйста Все-таки Действительно Та роль Которая Отведена Вам И в Частности Вообще В целом X5 Групп Которые Несколько Форматов Абсолютно В разных CVP Работают В разных Задачах Как Вы В данном Случае Видите Стратегию Стратегическое Видение Сотручен С вами И чем Вы В этом Плане Сами Как Персонали Предлагаете Помочь Для того Чтобы Коллег Осталось Это Впечатление И Действительно Стало Чуть Чуть Проще И Понятнее Взаимодействие С одним Крупнейших Игроков Рынка Передай Слов Слышно Меня По-другому Слух Очень Приятно И рад Вас Всех Видеть Я Действительно Сильно Выделяюсь Из Состава Присутствующего Здесь Все такие Матерые Коммерсанты Которые Прошли Огонь и Воду И все Знают Я Юрист По образованию Директор Центра Юридической Поддержки Х5 До Последнего Времени А с Этого Года Я взял Немножко Другое Направление Работы И Занимаюсь Выстраиванием Отношений С бизнес Ассоциациями Сообществами Группами Поставщиков Региональными Какими-то Группами Поставщиков И Задача Научиться Жить Возможно По-другому У нас Есть Внутри Х5 Несколько Идей И мы Задумались О том Что Наверное Такого Время Огульного Одностороннего Ритейла Когда Ритейл Силой Принуждал К миру Навязывал Вижу Улыбаются Некоторые В зале Понимают О чем Я говорю Наверное Прошло И Для Компаний Которые Участвуют В рынке На рынке Продовольственном Перед ними Стоит Такая Пафосная Задача Мы Кормим Страну Но За этим Пафосом На самом деле Очень Глубокое Содержание Мы понимаем Что За последние Пять лет Нам удалось Перевернуть Всю структуру Рынка Всю структуру Логистических Цепочек Источников Товарных Сорсинга И Мы это Смогли Сделать Потому что Вместе Научились Договариваться И Научились Искать Компромиссы И решения И вот Нам показалось В x5 Что Именно за этим Стоит Будущее И Как это Опять Может быть Громко Звучит Но Продовольственная Безопасность Страны В наших Руках Что Нам кажется Для этого Нужно Вместе Делать Нам Нужно Во-первых Очень Умело И Качественно Анализировать Как Локальные Рынки Так и Региональные Так и Общефедеральный Рынок На То Что Что У нас Есть В чем У нас Есть Проблемы И Может быть Какие-то Дефициты Да Вот мы Прошли Буквально Три месяца Еще не прошло Яичный Кризис До президента Дошло Могли В целом Отрасль Производителей Агропроизводителей Ритейлеров Совместно Продумав Стратегию Взаимодействия Предотвратить Этот кризис У нас Есть Предположение Что Могли Потому Что Действительно Тут Крупнейшие Игроки Присутствуют На самом деле Есть Ассоциация Аккорд Союз Независимых Сетей Псеводческий Союз Мясомолочные Союзы Ассоциации Мы все Видим Рынок Широкими Мазками И понимаем Что на нем Происходит Или произойдет В ближайшее Время Иногда Даже Лучше Чем это Видит Государство Уж Простят Меня За эти Слова Наши Уважаемые Чиновники Нам Надо Научиться Это Анализировать Подводить Итоги И Совместно Вести Диалог С Государством С лицами Принимающими Решения В государстве Для того Чтобы Подсказывать Им Что Надо Делать Чтобы Эти Рынки Не болтало Ни С 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 вода и ценовую да здесь я бы я просто хотел еще прокомментировать про то что я сегодня увидел поразительная история она мне кажется ну я не знаю мне по мне уникально да я ни разу не услышал дайте нам лучшую цену раз два три четыре крупные сети да я очень хорошо услышал что насколько высока конкуренция в торговых сетях нас вроде как мало до крупных особенно федеральных торговых сетей но у нас жесточайшая конкуренция и мы действительно хотим друг от друга отличаться мы хотим давать дополнять предложение друг друга наверное да чтобы давать нашему главному клиенту потребителю человеку разные возможности разные решения для реализации его там жизненных задач и когда вы думаете о том чтобы приходить в ритейл да у всех многих есть такое ощущение если я попал на полку ритейла это прям такая карта джокер как которую повезло и все дальше можно сидеть ничего не делать но суть в том что приходя на полку крупного особенно федерального ритейла надо сначала пройти очень большой путь и сделать большую домашнюю работу и понять насколько вы вот в данный исторический момент развития своего бизнеса соответствуете и что вы можете дать потребителю через платформы крупного ритейла я говорю не только про ассортимент про уникальность его про качество то что сегодня коллеги много говорили но в том числе и собственная технологическая готовность к сотрудничеству это и то есть объемы там приходить предлагать на всю страну наверное нельзя если у тебя там 30 человек сотрудников выпускаете там 100 пачек майонеза в неделю это возможность там работать наверное это уже не актуально но поеду до электронный документооборот еще актуально актуально я так судя по картинке многие да но вчера один бизнес тренер сказал что коммерсанты в торговых сетях заботятся только о том чтобы им документы вовремя принесли немножко поразило я на всякий случай про иду сказал да и самое такое важное наверное когда вы входите в сотрудничество пожалуйста глубоко и подробно изучите что написано в договоре торговой сети потому что вот то что там написано там это просто годами выписывал из каждая запятая каждая точка для того чтобы объяснить поставщику какой бизнес-процесс в какой бизнес-процесс он ввязывается и говоря про доверие надежность там взаимодействия да вот соблюдая те нормы те те бизнес-процессы которые предложены договором конкретной торговой сети вы формируете ну прям вот новый уровень доверия да вот там мы говорим часто вот сейчас проблемы у многих ритейлеров сервис-левел поставщиков очень динамично тоже до плавает это вот опять в продолжении разговора то что мы не анализируем что происходит на рынке когда не надо производим много чего-то когда надо этого чего-то у нас нет почему-то всегда до плавает сервис-левел мы не следим за динамикой развития друг друга да то есть вот торговая сеть пятерочка там x5 в целом до выросла за 23 год на 24 процента практически понятно что с нашим ростом был в том числе сопровождался ростом заказов мы в двадцать третьем году в двадцатом году заказали 100 единиц то стали заказывать 125 ни один поставщик в таком объеме не вырос да и понятно начинает он пытается быть на всех по всех магазинах во всех площадках но он просто физически не справляется да в результате у нас сервис-левел падает возникает недовольство коммерсантов логистов и так далее поэтому для того чтобы входить вот максимальная информация вот по этим ссылкам supply contract suppliers там все написано у нас есть кстати идея мы вот в феврале проведем пилотную историю в нижнем новгороде проведем обучение как жить с договором поставки x5 для на на базе региональный министерство сельскохозяйства минпромышленный министерство промышленности у фас мы расскажем как работает договор поставки что надо уметь делать для того чтобы его соблюдать если есть какие-то вопросы связанные с тем что там обидели не услышали пожалуйста есть согласительная комиссия это вот вторая строчка горячая линия мы готовы рассмотреть разобраться помочь решить проблему выступить медиатором или так сказать фасилитатором в переговорах но имеет несмотря на то что мы вроде бы как находимся внутри компании да и скорее всего да будем отстаивать интересы x5 прежде всего но мы стараемся разрешить конфликт потому что ну конфликт это всегда проблемы и убытки для обеих сторон любой конфликт он и для нас тоже конфликт вот для тех кто уже сотрудничает напоминаю о том что есть платформа диалог x5 в которую очень много инструментов для того чтобы совместно анализировать и получать всю необходимую информацию о том чтобы думать как эти куда идти дальше ну и здесь на самый экстренный случай вот корк с моим контактом но еще раз я не коммерсант я не принимаю решение по коммерческим вопросам но если что-то прям болит или вы хотите там рассказать про какие-то тенденции тренды на рынке помочь там вступить взаимодействие с какой-то ассоциацией пожалуйста обращайтесь я с удовольствием помогу спасибо спасибо большое на самом деле с вот одна из таких вещей которая сейчас явно проявилась за последние годы но особенно последние два-три года это вот различные сообщества в которых по интересам люди как и по бизнес интересам в том числе собираются и здесь с помощью вот таких вот настраиваний связей да и вообще понимание более глубокого понимания кто чем занимается получается результат но здесь знаете как я тоже как одна из тех кто вот эти количество запросов ко мне с том что вы поделились контактами сетей превращается последнее время в какой-то невероятный вал коллеги я каждый раз подсказываю и так не надо действовать на самом я не понимаю по крайней мере как можно реализовать эту историю когда я вам отдам какой-то контакт с которым мы до познакомились несколько раз пообщались и он скажет что он от меня и что в итоге сделать например антона телефон я дам вам что дальше будет да ничего давайте понимать что это структурные крупные единицы но может быть если я евгения телефон да может быть не будет движение все-таки поменьше компания с точки зрения по крайней мере от быстрого ответа но мне кажется вряд ли да в любом случае нужно определенной процедуры проходить и все такое но в любом случае давайте понимать что если у вас есть не долг не должны быть в чистом роде звезды которые вот знают все входы-выходы и все будет хорошо если вы не будете интересны по умолчанию как компания сети то результаты не будет а будет вот эта волнообразная история когда вы под какой-то личный решение какое-то личное решение конкретного человека они системы заказали там миллион коробок а потом оказались этим миллионом на складе поэтому давайте все таки все другое мы продолжаем как бы именно в системную историю верить и думать и работать с этим давайте так но у нас буквально несколько минут есть для того чтобы еще как режим дискуссии все-таки чтобы случился знаете какие сайты вот мы попытались вот разные грани потрогать и соответственно показать все таки каких поставщиков вы ожидаете и условно ну идти как идеальной истории нет есть история которую мы сами создаем мы сейчас работаем все равно так иначе быстро меняющихся условиях но при этом стратегическое видение нам же леонид подсказал что 30-й год тоже надо смотреть и представлять где вы будете елена если можно все-таки с стм последнее время как категория очень сильно растет но вообще у всех работают вот такие то если удобнее то с того микрофона стм продолжает расти можно ли все-таки понять насколько сейчас вы продолжаете наращивать доли или уже хватит вот и соответственно некая вот еще раз вот некая фокусировка на тему того вот можно ли производителю с помощью опции собственной торговой марка развить бренд а уже в ашане да то есть вот чтобы заехать на стм в ашан можно ли вот попытаться на такой вопрос еще ответить кто будет рассередовали стм и соответственно вот вопрос про попадание на полку бренда через стм давайте разделим спасибо наталья за вопрос разделим на две части его первое относительно доли как я уже упомянула у нас есть планы развивать и дальше собственной торговой марки мы для этого вкладываемся в продвижение мы для этого вкладываемся в продвижение 360 притом это наши инвестиции большие мы развиваем разный портфель марок и планы различны в зависимости от сегментов направлений они одни в непроде они другие в ультрафрэш и они третье там в бокалейной сухой полке и ну несомненно они есть есть планы так как уже упомянул антон о категориях с присутствием от 80 до 100 процентов стм и это в том числе это вот то что уже антон упомянул это в бокале достаточно таких категорий с не брендозависимостью где мы работаем и отрабатываем рецептуры где сами мы осуществляем собственный импорт например там это вино эксклюзивные торговые марки могут быть да в этом направлении не наша сеть я думаю что эта позиция рынка такая что в общем-то она близка для многих ритейлеров отвечаю на второй вопрос попасть на полку через стм но полка ашана это и представленность в якоме в гипермаркете достаточно большая у нас одни условия отбора поставщиков и разработки проектов по стм другие по бренду если ваш бренд интересен если вы смогли мы смогли с вами сделать такое микс сотрудничества микс вашего предложения которое будет работать и на одну категорию товаров и на другую категорию товаров конечно такое такое возможно но давайте разделять мы по стм нацелены там долгое сотрудничество нужно понимать как вы настроены долго ли развивать бренд и для чего вам работать по стм это прежде всего ответы на ваши вопросы поэтому как бы да такие опции есть такие примеры такого партнерства и долгосрочного сотрудничества и бренд и стм есть как и есть и другие когда производители только работают по стм и и все замечательно мы наращиваем сотрудничество спасибо большое я наверное сейчас ко всем коллегам по крайней мере коммерческим департаменту я тышно обращаюсь но максим если вы будет комментарии такими прокомментируйте пожалуйста сейчас в нескольких презентациях было довольно много вот таких идейных вещей касаемо развития категорий он тонну прям вот прям много-много немножко как бы я немножко по-другому подсветил сергея история про то что все-таки широкая полка при этом небольшой вроде кайковый сам магазин и все-таки не гипермаркет скажите мне пожалуйста ведь здесь точно возникает такая история что я там некоторые вообще неизвестное название услышала продуктов я никогда этого не слышала и не видела то есть тот же зеленый помидор это же но история про образование еще покупателя вот как коммерческий департамент данном случае да то есть вы как закупщики в данном случае влияете на то что вот вы будете закупать какую-то очень нетривиальную категорию а потом окажетесь тому что у вас покупатель не готов как вот таких вот случаях оказываются ну вот эти истории с производителем который поставил но не пошло вот как со стороны сети решается это сложная задача развить покупателя и сколько времени вы готовы например там совместно терпеть убытки чтобы человек привык не знаю к антону я хочу прям вот на него смотрю да это вообще на самом деле такой очень сложный вопрос у нас вот фокус на уникальный ассортимент и начался ему года два назад и это очень болезненный процесс потому что сначала как вы есть полна когда ты прям заводишь все подряд все уникальное все классно потом тоже начинаешь как бы терять зерна плевел и и смотришь на их эффективность из-за самого яркого да что можно сказать что влияет на эффективность это размер кванта это вообще номер один это 60 процентов эффективности поэтому как будет если на этапе входа определиться что кванду будет минимальный тогда как бы эффективность позиции будет выше то есть ее легче нам будет продвигать там те же сарпик арабатом у нас есть дополнительные там меры поддержки до маркетинга они конечно ограничены у нас есть онлайн всякие stories у нас есть и наши каналы телеграмм там да какие-то социальные сети это у нас есть операционно в магазинах на возможность разместить какие-то так называемые наши карточки бомбы это все есть но я оптимист быть оптимистом больно вот некоторые товары не пройдут даже ну вот это сито они не пройдут они умрут да и мы их выведем и таких товаров действительно как бы их много слава богу их там не больше половины я бы сказал наверно треть таких товаров они действительно не выживают примерно треть это еще товары которые которым надо там не шесть месяцев там а два-три года на раскачку и просто динамику видим что она идет какой-то момент там преодолевая доля возвратной покупки увеличивается люди распробую да то есть и но это долгий путь вот тогда да вот если мы видим динамика пошла да то есть мы можем терпеть даже там защищать ходить как-то обосновывать почему у нас вот это вот непонятно в ассортименте вот ну а где-то третье не показывает сходу хороший результат а чаще на онлайн сразу полку ставите или все-таки физического полка перекресток все-таки там у нас экспресс доставка у нас у нас все на физической полке стоит у нас есть dark store но сейчас не так много да то есть мы будем их развивать в этом году но я пока не про них ничего особо сильно спасибо сергей если что-то дополнить касаемо именно истории про развитие покупателя потому что все равно с одной стороны вы немножко ужимаете матрицу привычного гипермаркета с другой стороны старайтесь какие-то необычные продукты поставить да и не как-то подсвечены вот в этом случае насколько больно терпеть когда например какая то вот берите в эту позицию она вот не идет так как нужно я понимаю что здесь точно должна помощь поставщика быть частью там активных рекламных коммуникаций но вот сколько готовы терпеть и терпите ли да наташа спасибо я сейчас чуть-чуть там на твой первый вопрос который ты ленин задавала ну тоже комментарий дам а что касается стм я искренне верю в то что производители когда они создают свой продукт они вкладывают туда душу они о чем-то думают они о чем-то мечтают хотят какую-то пользу принести я этому очень доверяю что касается стм безусловно ребята они очень любят свои продукты они как с ребенком с ним носятся там вот вот смотри какой красивый дизайн какая упаковка там внутри вообще просто бомба но я прекрасно понимаю что какой бы не был большой департамент или дирекция стм то там 30 человек или 50 человек они ну не могут в каждом из 300 категорий 400 категорий которые есть в ритейле ну прям так глубоко все пройти конечно же берут какие-то фокусные вещи поэтому вот переходя ко второму вот на данный момент стм да мы тоже развиваем очень активно развиваем но я очень сильно смотрю все таки в сторону производителей вот с каким отношением они приходят своим продуктом вот антон очень важное ну такой комментарий дал вот что когда приходите с продуктом вы вот действительно подумайте о том как его продавать не просто так вот там вот у вас есть целый у нас целый камаз этой продукции меньше возьмете если меньше не возьмете но все пожалуйста расстаемся нужно действительно подумать как это продавать вот если вот всю цепочку вы сами у себя в голове выстроить это то что максим говорил но это очень важно это фундаментально вот когда вы подумайте как это дойдет до покупателя нам с вами станет легче что касается наташа вот как раз вопрос уже на ко мне а терпеть мы конечно же готовы потому что наш там мир рынок очень сильно меняется тренды сменяют один другой причем иногда не успеваешь там что-то начать продавать как уже тренд прошел мы помним все с вами вот эти вот спиннеры которые там сколько лет десять назад двенадцать назад они появились там набирали обороты кто-нибудь вообще эти спиннеры видел да вот сейчас вот потом какие-то там большие игрушки какие-то там эти светильники эти детские которые дети берут с собой вроде тоже сейчас тренд но сколько тренд продлится поэтому я очень глубоко верю и наверное хочу да что производители приходили со своими продуктами вот мы готовы терпеть мы готовы смотреть мы готовы развивать но пожалуйста вот свое отношение к нему тоже изменить вот не по не просто какой-то вещи а прям вот с каким-то смыслом и тогда у нас все с вами получится спасибо большое ну это вспоминаем еще выступления анна собянина там тоже некоторые моменты были поэтому евгений что касаемо вот этих идейных вещей все-таки региональный игрок сейчас у вас сильно изменилась конкурентная среда и раньше было им просто сейчас все стало более непросто вы сейчас вот если есть что прокомментировать по тем вопросам которые сейчас мы обсуждали вот касаемо там сколько вы готовы терпеть но еще вы сейчас парадигме принятия решений если есть плюс-минус одинаковые продукты регионального и федерального игрока поставщика вы кого будете выбирать ну позвольте тогда еще вот такой вот некомпромиссный вопрос задать ну да про комитетом добавлю к мнению коллег что очевидно присоединяюсь то есть мы не заводим наверное никто в рынке товар в который не верим по умолчанию как бы не можем этого делать вопрос в том сколько мы готовы терпеть и здесь ну или там терпеть или развивать правильнее наверное вот это говорить конечно есть нам определенные бизнес ритмы ну там первые наверное первое приближение ну такое четко и необходимое мы делаем через три месяца для чего-то больше для чего-то меньше ну и зависимости от результатов смотрим там куда дальше будем двигаться вот отвечая на вопрос кому мы отдаем приоритет но это же отдельная история в принципе про региональные сети про то где они видят свой потенциал как им защищаться от или там противостоять или действовать и в принципе развиваться в высококонкурентной среде особенно от коллег федеральных и если мы говорим про новинки если мы говорим про какие-то новое веяние то мы скажу вам конечно мы ориентированы в первую очередь на местных у нас в принципе парадигма коммандора местные для местных сибирики для для сибиряков из сибири с любовью и про эту историю с другой стороны ну и для транс там федеральных производителей и для там производителей из других регионов полки не закрыты это не значит что мы там зашорились и вот мы только там местных конечно нет мы широко и позитивно воспринимаем все посылы спасибо большое спасибо большое за ту поправку которую как раз вот терпеть терпеть нельзя развивать давайте соответственно будем говорить именно в эту сторону то есть действительно совместное развитие оно придет к тому какой-то определенной цели но эта цель должна быть поставлена Максим завершаем с вами один вопрос который не должна все-таки ну должна его все-таки задать последние годы очень сильно развитая история про переговорную часть и какого плана переговоры жесткие переговоры то есть условно мы все равно готовимся к тому что нужно будет вот бороться вот так бороться чтобы вот отстоять свою точку зрения и больше и как бы никак вот что вы данном случае можете прокомментировать как бы вы как вы видите сейчас изменения в этой истории и у к спять и какое есть в этом плане отношение ну как бы производителям потому что вот мое ощущение когда я везде во всех презентациях услышала доверие желание сотрудничать открытость может быть это уже не совпадает с термином жесткие переговоры ну я думаю что пока жесткие переговоры никуда не делись и для того чтобы в этом направлении происходил какой-то сдвиг да и поменялся термин там часто используем термин жесткие переговоры в партнерские переговоры но должно произойти культурологическое изменение как в среде коммерсантов закупщиков так и в среде коммерсантов продавцов продукции потому что из жестких Переходя в партнерские переговоры, ты меняешь парадигму свою, ты меняешь подход, ты слышишь, что ждет от тебя партнер, а партнер слышит от тебя то, что ждешь от него ты. И вы вместе ищете путь, чтобы пройти его, знаете, я еще говорю про, сейчас слышно стакан себестоимости, особенно в группе СТМ, но просто этот стакан себестоимости и эффективности, он должен быть от колоска на поле до выхода клиента из магазина и оплаты на кассе. Потому что искать эффективности на каких-то конкретных кусочках пути этого товара, например, в РЦ торговой сети, у нас РЦ работает идеально, там все процессы отточены, я вижу взгляды тоже, РЦ работает идеально, он полностью отвечает нашей экономической модели, он выполняет все функции, которые ставят нам руководство. Но все наши эффективности, они выливаются в риски и проблемы поставщиков зачастую, и все эти риски и проблемы лежат в цене товара. Соответственно, ну кто выиграл, пока непонятно. Поэтому вот я предлагаю обсуждать и прям в открытую думать насчет того, что переговоры надо вести и искать конкурентные преимущества для товара на всем его пути от начала до конца. И вот на базе этого договариваться. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, на такой ноте мы завершаем первую часть. И у нас далее будет уже во второй и третьей части инструментарий. Финалится мы будем мастер-классами. И, соответственно, сейчас я предлагаю на 15 минут прервать... Финалится мы будем мастер-классами. 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 Финалится мы будем мастер-классами.